Магазинов-то поменьше было. Все сюда ехали. Так было еще 10 лет назад, а в последнее время Елена, как и другие продавцы старого базара, пребывали в режиме ожидания. Оживают сейчас, с переездом. Место тоже, помещения другие. Сворачивать и увозить, привозить товары ежедневно не нужно будет. Каждая ячейка закрывается под замок, каждая под сигнализацией и видеонаблюдением камеры расположены в обе стороны. А еще из новенького здесь появилось освещение и, что немаловажно, крыша над головой. Старый базар – центр Барнаульского туркластера. Торговое назначение это место не меняло с 18 века. Вот так неухоженно рынок выглядел еще пару лет назад. Сейчас вместо палаток 226 павильонов. Без отопления, сохраняя уличный формат, но порозе ветров задувать должно меньше, говорят специалисты. Из 200 павильонов заняты еще не все, а вжитые единицы. Вот видите, вот они первые деньги за сигареты. А вот мои шапочки, пока они не пользуются спросом. Люди еще узнают это место. Люди еще не знают. Нужна реклама. Реклама прежде всего нужна для продавцов, чтобы возвращались. А за товаром придут клиенты. И туристы. Все-таки туркластер. Туристов очень много. Часто бывает. Неделю, два, три раза обязательно. Много из Германии, много из Франции. Шведы были. Они, наверное, впервые в жизни такое видят. Что говорят? Они ничего не говорят. Поулыбаются и подходят. Но у нас рынок будет процветающий, красивый. Еще будет. Ого-го. Привлекать покупателей для прогулки по торговым рядам будут и оригинальные кафе. Их построят вдоль пешеходной Малотобольской. Там будет порядка 8-10 кухонь. Не будет повторений связи с фудкортами. Это будет оригинальная кухня. И будут, конечно, форматы столовых, в которых будут питаться сотрудники рынка. Это тоже мы предусмотрели. И комфортные туалеты предусмотрели. И для сотрудников, и для посетителей. Из свидетелей 90-х остался лишь прибрежный ряд ларьков. По словам продавцов, их заменят на новые в ноябре. По планам строителей, весь обновленный комплекс старого базара должны открыть к Новому году.